всем привет с вами ольга сергеева и вы на канале кино трафик в этом выпуске я расскажу вам о канадском международном кинофестивале в торонто или сокращенный тиф самым демократичным и пророческом о лучших фильмах его программы которые вам надо обязательно посмотреть и конечно же об обладателя гран-при 2021 года международный кинофестиваль в торонто впервые прошел 1976 году как фестиваль фестивалей обычно на нем демонстрировались фильмы других кино смотров но со временем он стал одним из крупнейших и значительных событий киногода в отличие от собратьев на фестивале нет официального жюри которые обычно составляют именитые актеры и режиссеры главным призом является приз зрительских симпатий присуждаемый по результатам исключительно зрительского голосования последние 11 лет картины победителей гран-при в торонто неизменно удостаиваются и номинации на главный приз американской киноакадемии 46 международный кинофестиваль в торонто проходил с 9 по 18 сентября 2021 года фильмом открытия стал мюзикл дорогой эван хансон режиссера стивена чбоски известного по подростковой драме хорошо быть тихоней это трогательная история старшеклассника страдающего социофобии лечащий врач посоветовал ему написать письмо самому себе она однако попадает в руки одноклассника эвана и случается непоправимое зрители тепло встретили аплодисментами стоя эту картину о простой истине ты не один а завершился фестиваль показан фильма знаменитого китайца джана ему одна секунда историческая драма периода культурной революции китая девушка-сирота крадет бобину с некой пленкой именно она точнее одна конкретная секунда пленки нужна сбежавшему из трудового лагеря заключенному и это пронзительная история рассказанная настоящим мастером также никого не оставит равнодушным в жанровой секции midnight madness награда досталась главному победителю каннского кинофестиваля фильму жюли дюкарно титан об этом фильме я уже рассказывала в предыдущем выпуске о победителях канн напомню что это эффектное и шокирующее фантастическое кино в духе кроненберга повествует о травмированной девушке события жизни который провоцирует неконтролируемую агрессию при зрительских симпатий в секции документальное кино получил американо-британский фильм спасение режиссеров элизабет чаева с архиве и джимми он откровенно и вдохновенно рассказывает он историю молодежной тайской футбольной команды попавший в ловушку на 16 дней из-за внезапного наводнения в 2018 и о напряженной драматической операции по их спасению премиями за вклад в искусство были удостоены актриса джессика честейн за фильм глаза тами фэй и актер бенедит камбербердж за фильмы власть пса и кошачьи миры луиса уэйна а канадец дэни вильнёв в режиссерской номинации получил награду из рук своих соотечественников за свою голливудскую дюну выход который зрители ждали почти целый год основными же лидерами стали драма джейн кемпион власть пса о противостоянии двух братьев на просторах монтаны которая была также отмечена за режиссуру в венеции подробнее о картине вы можете узнать из моего выпуска о венецианском кинофестивале и канадская картина скарбера саша накая и рича уильямсона он также получил приз за освещение социальных проблем повествует картина о троих маленьких детях из малообеспеченной семьи района скарбера в торонто мы узнаем об их жизни в течение учебного года как они познают ценность дружбы получают уроки стойкости и не теряют энтузиазма а главную награду кинофестивале и приз зрительских симпатий получила лента belfast британского режиссера ирландского происхождения кеннета браны снятого по его собственному сценарию и известного нам по своим шекспировским постановкам в театре и кино действие разворачивается в неспокойной северной ирландии 1969 года автобиографическая история мальчика бадди проживающего разные этапы детства со своей неунывающей семьей родителям которого с началом гражданской войны предстоит сделать нелегкий выбор уехать в англию или остаться в родном белфасте а актерский состав ну просто загляденье чужестранка катарина балф ирландский сердце джейми дорнан харизматичнейший кириан хайнс любимая всеми джуди дэнч и обаятельный мерлин коллин морган этот прекрасный черно-белый фильм обязательно стоит посмотреть мировая премьера состоится 12 ноября а нам остается надеяться что для всех упомянутых мною в обзоре фильмов все же удастся получить прокатное удостоверение на территории россии и мы посмотрим их на большом экране а на этом у меня все смотрите хорошее кино с вами была ольга сергеева не забудьте подписаться на наш канал поставьте лайк и напишите все свой комментарий